Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами говорим о топ вредных продуктов питания. Те действительно продукты питания, которые постепенно-постепенно убивают. К чему приводит потребление вредных продуктов? Есть ли такое вредные, полезные продукты? На самом деле есть. Если у вас нет расстройства пищевого поведения, то вы должны услышать. Напоминаю, что многие не знают о том, что дефицит микронутриентов приводит к депрессии и проблемам. Если мы с вами говорим про то, что ты ешь то, что ты ешь, это именно так. Другой момент. Если мы с вами говорим про топ вредных продуктов, я их перечислю. И перечислю также то, с чем можно работать и как себе помогать, если у вас уже есть какие-то проблемы. Напоминаю, я медицинский психолог-нутрициолог, который 10 лет практикует то, о чем говорит и помогает людям. Напоминаю, что топ самых вредных продуктов вообще для детей, для взрослых это газировка, подслащенные напитки и все, что содержит сахар. Соки туда же, несмотря на то, что обещают вам пользу, фруктоза обеспечивает действительно употребление очень большое, влияет на печень. И надо думать о том, как подскочит инсулин и не будете ли вы создавать себе через время от фруктозы диабет. Об этом многие не знают. Напитки с кофеином. Напоминаю, что 75% американских детей потребляют кофеин. Причем средние, достаточно серьезные дозировки. Кофеин может вызвать у детей нервное возбуждение, учащенное сердцебиение, высокое давление. И у взрослых эта история поиндивидуально коррелирует. То есть каждый может там выбирать для себя. О кофе я снимала отдельно ролик и говорила о том, как это влияет. Подслащенные сухие завтраки. Сухие завтраки это обработанные злаки, такие как пшеница, овес, рис, кукуруза. Напоминаю, что туда добавляют сахар, поднимается инсулин и ты становишься эмоционально нестабильным. Картофель фри, картофельные чипсы это все предшественники атеросклероза. Другой момент искусственные пищевые красители. Мне пишут, я хочу похудеть, поэтому я капаю сахаринку себе. Сахаринка содержит такие моменты, которые разрушают напрямую твой кишечник. Нитрат натрия часто встречается в обработанном мясе и действует как консервант, предотвращая рост бактерий. И это очень тяжелая история, когда идет длительный дисбактериоз. Другой момент, если мы с тобой говорим, что есть еще и бензоат натрия, которым обычно заправляют салаты в заведениях, соленья, огурцы, то здесь эта история прям-таки влияет на серьезные кишечные проблемы. И гиперактивность, кстати, у взрослых и у детей. Кроме того, искусственные ароматизаторы все о них знают. И туда же входят, кстати, рафинированные масла. Кукурузная, подсолнечная, соевая. Если вы это используете, то онкология, проктология, гинекология будут вашими спутниками. Не потому, что вы так хотите, потому что это попадает в вас. И другой момент, трансжиры. Я с детства обожала все, что содержит такие жирные булочки, жирные все прянички, кексики. И я постоянно, меня постоянно с детства рвало, поносило, проблемы были. Но я очень любила, и мне никто не объяснял в своем детском возрасте о том, что ты заработаешь себе проблемы с кишечником. И это вкусно 5 минут, а больно несколько дней. Красное мясо, я не считаю, что нужно его прямо убирать, но просто нужно смотреть за его количеством. Сахар добавляют везде. Ребят, даже где вы не хотите, все равно вы получите свою порцию сахара. Другой момент, обработаны органические продукты, безглютеновые продукты. И, соответственно, если у вас есть какие-то такие стрессовые моменты, то нужно смотреть еще и на обезжиренные продукты. Потому что пища становится неприятной на вкус, когда жир удален. Поэтому туда добавляют много сахара, чтобы компенсировать это. И бывают такие худенькие девочки, мальчики, которые просто становятся инвалиды из-за этого сахара. Чем заменить вредные продукты, об этом я говорила и индивидуально со своими клиентами проговариваю. Здесь и цельные фрукты, и овощи, и необработанные продукты, и вода, чаи вместо кофе, индейки. Действительно молочные продукты вместо обработанных обезжиренных. Пусть не демонизируют домашние молочные продукты, потому что в них тоже есть хорошая польза. Другой момент – количество сахара. Вы должны примерно понимать, что вы делаете. И несбалансированное питание еще хуже. Это значит, вы едите мало, получаете микроэлементов мало, не хватает, например, жиров и белков. И вас обязательно будет тянуть на что-то сладкое, вредное, жирное. И да, напоминаю, очень важно, банально, вода. Обычная нехватка воды может приводить к желанию съесть больше и остановить свой выбор на вредных продуктах. Просто выпейте воды, когда думаете начать есть. Надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите, что вы используете.